Когда ребенок хочет заявить о том, что он стал взрослым, он совершает поступок. И нередко поступки бывают глупыми и смешными. Например, ребенок берет игрушки, выкидывает с высокого этажа и говорит, что теперь я буду взрослым и пошел делать разные глупости. Но когда дети Божьи, они выходят перед собранием и заявляют перед небом и землей, перед ангелами и перед преисподней, что они принадлежат Богу. И это самый смелый поступок, который может быть, потому что они не боятся, не боятся признавать власть Господа и свою зависимость от Бога. И тогда они получают свободу, свободу быть теми, кеми они есть на самом деле. И я хочу пригласить за эту биму, за это возвышение Алину Никулину. Иди сюда. Посмотрите, какая она красивая. Шаббат, шалом, дорогая община. Сегодня я хочу прокомментировать Тору. Давайте встанем в молитву перед чтением Тору. Благословен ты Господь, Бог наш, Царь Вселенной, избравший нас из всех народов и даровавший нам свою Тору. Благословен ты Господь, дающий Тору. Садитесь. Недельный раздел называется «Шафтим». В переводе с еврита — «Судьи». Имя свое получил по первому слову текста. 48-й раздел — Торы. И 5-й раздел — книги Дворим. Второзаконие. Во всех жилищ имя свое получил по первому слову текста. И содержит стихи с 16-й главы 18-го стиха по 21-ю главу 9-й стих. Во всех жилищах твоих, которые Господь Бог твой даст тебе, поставь себе священников, судей и надзирателей по коленам твоим, чтобы они судили народ твой судом праведным. Книга Второзакония, 16-я глава, 18-й стих. О чем говорит эта глава? Судьи и суд, надзиратели, национальные институты власти, законы уголовного кодекса, законы ведения войны, также невыявленное убийство. Но я хочу поговорить о судьях. Откройте ваши Библии и давайте прочитаем вместе. Второзаконие, 16-я глава, с 18-го по 20-й стих. Во всех жилищах твоих, которые Господь Бог твой даст тебе, поставь себе судей и надзирателей по коленам твоим, чтобы они судили народ твой судом праведным. И не извращай закона, не смотри на лица и не бери даров, ибо дары ослепляют глаза мудрых и превращают дело правых. Правды, правды ищи, дабы ты был жив и овладел землей, которую Господь Бог твой дает тебе. Прежде моего комментария, я хочу вернуться назад, в прошлое. Народ Израиля был рабами в Египте, и как рабы они не имели никаких прав и своего закона. Они жили по закону той страны, в которой они были рабами. Но Бог послал им Моисея и вывел их из рабства. Народ долг роптал, выражал недовольство. И Бог возле горы Синай дал им Тору, свои заповеди. Вы спросите, зачем Бог это сделал? Я вам отвечу. Наш Бог — Бог порядка и устройства. И Он хочет, чтобы был порядок и не было хаоса. Хаос несет разрушение и беспорядок. Чтобы помочь своему народу, Бог дал закон, и такого закона не было ни у одного народа. Но Бог, который создал человека, знал, что он несовершенен. И чтобы помочь, Он... И чтобы они будут нарушать Его волю. Чтобы помочь, Он повел... Повелел себе поставить судей и надзирателей. Судьи судят людей, разрешают конфликтные ситуации, являют справедливость. А надзиратели наблюдают за народом и за судьями, чтобы они не нарушали закона. И снова вопрос. Все ли могли стать судьями? Конечно, нет. Не все. Это была привилегия. Но и ответственность. Бог поставил определенные качества, чтобы людям, которые хотели стать судьями, они должны были знать закон, Тору, и не нарушать его, потому что закон для всех один. Они должны быть нелицеприятными, потому что для Бога все люди равны. Они не должны брать даров, ибо дары ослепляют глаза людей. Самая главная привилегия, самая главная характеристика — они должны быть честными. Искать правду Божию. Обратите внимание, что слово «правда» повторяется два раза, что означает, что Бог обращает на это особое внимание. Давайте сделаем провежуточный вывод. Бог хочет сделать нам лучше, но мы не всегда это ценим. Мы не всегда послушны Его воле. Чтобы помочь нам, Бог дает судей и надзирателей, чтобы они помогали нам в конфликтных ситуациях, смотрели за нами, чтобы мы могли быть послушны Богу. Это было во времена Старого Завета. Давайте посмотрим на новый. Мы были рабами греха, но Бог вывел из рабства. Он отдал Своего Сына, и Он умер за нас на кресте. Тем самым Он искупил наши грехи. Теперь мы свободны. Мы теперь дети Божии и Его народ. И снова вопрос. Может, мы лучше, чем люди, которые были в времена Старого Завета? Может, мы умнее? Или мы не нарушаем волю Божию? Или мы не грешим? Нет. Мы такие же, как люди Старого Завета. Мы не изменились. Люди не меняются. И Бог, чтобы помочь нам, Бог дает нам свои заповеди, чтобы мы жили по Его закону. И Он хочет, чтобы тут был порядок и не было хаоса. Откройте Ефесянам 4 глава, 11 стиха по 13 стих. Он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, и пастырями, и учителями к совершению святых на дело служения для созидания тела Христова. Доколе мы все придем в единство веры и познание Сына Божия в Мужа Совершенного, в меру полного послания полного возраста Христова. Для чего Он поставил их? Ответ мы находим в 12 стихе. К совершению святых на дело служения для созидания тела Христова. Вывод. Бог вчера, сегодня и завтра, Он тот же, Он не меняется, Он верен Своему Слову. Он любит нас и хочет сделать нам лучше, чтобы мы, Его дети, были счастливы, и чтобы у нас не было никакой печали. Мы спасены благодаря Божьему Слову и благодаря Богу. Бог дает нам власть для того, чтобы они следили за нами, и чтобы мы не нарушали ее. Бог дал нам свои законы для того, чтобы мы жили по ним, и мы понимали, что такое Бог, и что мы должны Его слушать. Мы должны быть послушны Богу. Молиться за тех людей, которые помогают нам в этом нелегком, но классном пути за Богом. И завершить свой комментарий я хочу местом из Писания. Послание к евреям, 13 глава, 17 по 18 стих. Повинуйтесь наставникам вашим и будьте покорны, ибо они неусыпно пекутся о душах ваших, как обязаны дать отчет. Они делали это с радостью, а не вздыхая, ибо это для вас не полезно. Во всем желаемом вести себя честно. Давайте встанем перед заключительным благословением. Благословение. Благословение. Баруха та Адонай лохейну. Мелыха олам. Ашер на тан лану. Баруха... Баруха та Адонай лохейну. Благословенный Господь, Бог наш царь вселенный, выбросший нас из тех народов и даровавший нам свою Тору. Благословенный Господь, дающий Тору. Вот так. Просто и не замысловато. Присаживайтесь, пожалуйста. Знаете, она волновалась, но она делала это искренне и, знаете, с дерзновением. Потому что, когда ты готовишь вот таких молодых, красивых девочек, молодых, красивых мальчиков, ты видишь, как они раскрываются, как постепенно, как Бог показывает их характер. Знаете, она боялась. Когда она первый раз пришла, она очень боялась. И то, что сегодня она сделала, это великий, это действительно подвиг. Это заявление перед Богом, перед вами, что она ребенок Божий, что она будет говорить, теперь отвечать перед Богом. Я хочу сейчас пригласить ее маму, чтобы она благословила ее. Ира. Шалом, дорогая община. Я очень рада всех вас приветствовать в этом месте, потому что это особенное место, где Господь нас собирает и в радостях, и в печалях. И мы разделяем Его хлеб вместе. И мы просто становимся одним целым в этой семье. Господь, я благодарю Тебя за этот особенный день, когда я посвятила свою дочь Тебе. Я просто радуюсь сегодня с трепетом, потому что это важный шаг в жизни моей семьи. И я хочу, чтобы моя община Орха Машех разделила со мной эту радость. И я прошу сегодня просто поддержать нас в том, что мы избрали действительно верный путь. Мы хотим идти вместе рядом с вами, чтобы вместе славить имя Господа, чтобы быть одним целым в Его теле. И я рада, что моя дочь, она уже вливается в эту семью. И я хочу, чтобы она сегодня особенным образом прочувствовала радость от того, что она встречается с живым Богом, настоящим Богом, который всегда открыт, как отец для нее. И там, где были потери в ее жизни, потому что у нее нет сейчас Папы, земного Папы, но у нее есть Отец Небесный, который всегда любит ее, который заботится о ней особенным образом. И я ее тоже сегодня хочу благословить, чтобы она смотрела всегда в небо, чтобы она не огорчалась, не расстраивалась, когда что-то не получается в жизни. Потому что мы допускаем ошибки какие-то, но Господь всегда рад нас поддержать, и Он очень рад, когда мы обращаемся к Нему за помощью, чтобы мы не надеялись на себя, чтобы мы полагались на Него во всем. И Он тогда приведет нас в ту обещанную землю, обетованную землю, куда мы все стремимся и хотим быть там. И мы будем там. Потому что Бог верный, и Он нам все приготовил. Я хочу прославить Господа. Я хочу прочитать Псалом 110. Аллилуйя, Господь, славлю Тебя, Господи, всем сердцем моим в совете праведных и в собрании. Велики дела Господни, вожделенны для всех любящих Онны. Дело Его, слава и красота, и правда Его пребывает вовек. Памятным соделал Он чудеса Свои, милостив и щедр Господь. Пищу дает боящимся Его, вечно помнит завет Свой. Силу дел Своих явил Он народу Своему, чтобы дать Ему наследие язычников. Дела рук Его истина и суд. Все заповеди Его верны, тверды навеки и веки, основаны на истине и правоте. Избавление послал Он народу Своему, заповедал навеки завет Свой. Свято и страшно имя Его. Начало мудрости – страх Господень. И разум верный у всех, исполняющих заповеди Его. Хвала Ему пребудет вовек. И знаете, самый мудрый человек на земле, который был из людей – это Соломон. И я хочу свою дочь сегодня благословить, чтобы она просила мудрости у Господа. А начало мудрости – это страх Господень. И мудрый Соломон в конце своего пути сказал, что сущность всего – это заповеди Божии соблюдать. И тогда ты будешь успешен во всех путях своих и будешь поступать благоразумно. И я благословляю тебя этим словом, чтобы оно не отходило от уст твоих. И днем и ночью, чтобы оно горело во внутренности твоей. Пусть этот огонь зажигает любовью других людей, которые будут рядом с тобой идти. И я тебя благословляю, дочь. Ну и да, знаете, она выходит из детства. И она входит уже в период взросления. И поэтому детское служение говорит «до свидания». Нет, на самом деле мы хотим поблагодарить Господа за Алину. И ее маму также хотим поблагодарить за Алину. Действительно, на детском служении, я насколько помню, этот ребенок настолько была такая, знаете, нежная и такая вот любознательная очень на самом-то деле. И просто благодарим Господа за Алину. И давайте помолимся за нее. Дорогой Господь, мы благословляем ее, Боже. Спасибо Тебе, Господь, за этого ребенка, Господь. Спасибо Тебе, Боже, за каждого ребенка, Господь, на нашем служении, Боже. Боже, и мы просим для Алины, Господь, чтобы она была просто успешной, Господь, во всех ее делах, Господь. Благослови ее, Боже, на том месте, Господи, она находится. Пусть Твоя радость, Господь, Твой шалом, Господи, Он сопровождает ее, Господь, во всей ее жизни, Господь. И мы благодарим, Господь, и благословляем Тебя, Бога Великого, Чудного. Аминь. Ну и торжественная передача от детского подросткового, молодежного, извиняюсь. Алиночка, дорогая, мы тебя приглашаем, принимаем молодежное служение. Благословляем тебя от всей нашей команды. Сегодня первое собрание. Сегодня первое собрание, приходи. Но я тоже помолюсь и благословлю тебя, чтобы все, что Бог вложил в тебя, все таланты, все способности, они были использованы для Его славы. И тогда ты будешь счастлива, успешна. И люби Бога всем сердцем. А мы постараемся тебе помочь в этом молодежном служении. Аминь. Вот так. Вот видишь, как все просто. Все так делается просто. Однажды придет время, ты станешь еще взрослей, встретишь молодого юношу. И во время свадьбы тебя посадят вместе с своим женихом. Поднимут, посадят, как она сегодня вас посадила на стулья. И поднимут к небу. Это называется небесный танец. То есть будешь от земли ближе к небу. Но сегодня у тебя будет генеральная репетиция этого события. Давайте, братья, кто сегодня будет помогать. Крепкие братья. А народ Божий будет подпевать вместе с нами, да? Будем поздравлять. Садись, присаживайся. А мы все вместе будем радоваться. Молодежь, поехали. 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 Молодежь, поехали.